Всем тихой ночи! В уже довольно старом видео про алхимию в мире SCP я упомянул департамент алхимических исследований, но толком о нем и не рассказал. Пора бы это исправить. Ссылка на это видео есть в описании. Алхимия в мире SCP это вещь, которая встречается не часто, однако в некоторых реальностях она является основой всего, как в том же в мире изменчивого города Аллагады. В реальности фонда, конечно же, есть организация «Глобальная оккультная коалиция», занимающаяся всем мистическим. Но и SCP в какой-то момент решил заиметь у себя небольшую группу алхимиков. Поначалу алхимический департамент занимался простыми вещами, как вот, например, в бассейне одного из американских университетов начали необъяснимым образом умирать люди. Оказалось дело в алхимическом заклинании, наложенном на сам бассейн, которое меняет свойства воды таким образом, что люди тонут. Все это вместе теперь зовется SCP-5621. Для более серьезной работы был нанят бессмертный мистик Руслав Дягилев, который принял предложение Совета О5 и сразу взялся за дело. Набрал с ними несколько учеников и возглавил департамент алхимии внутри фонда SCP. Интересно, что сам Руслав вполне тянет на звание аномального объекта, ведь документы, содержащие его имя, встречаются начиная с 17 века, а сам он участник многих подковерных игр алхимического мира. Возможно, само его присутствие в фонде SCP – это очередная интрига алхимиков, направленная на то, чтобы выведать какие-нибудь тайные знания друг у друга. Конечно же, главным предметом исследования сразу же стала алхимическая печать, сдерживающая Алого Короля и реальность Алагады. Что ожидаемо? Судя по всему, мир, где все это происходит, находится в опасной близости к изменчивому городу. К примеру, однажды в одной психбольнице случилась вспышка массового безумия. Руслав и его люди прибыли на место и вскоре обнаружили ее источник. В складских помещениях больницы хранилась старинная фотокамера и множество пластин, служивших древнему устройству пленкой. Теперь все это лежит в камере SCP-5501. В полной темноте никакой свет не должен попадать на объект. Такие меры необходимы, потому что если посмотреть на фотопластины из камеры, на них можно увидеть изображение потустороннего города Алагады. При этом само падение света на эти предметы каким-то необъяснимым образом разрушает тонкий барьер, отделяющий обычный мир от города черных башен и желтого неба. Впрочем, исследование алхимических свойств этой древней камеры дало свои плоды. Во всяком случае, оно подсказало Руславу, что ему надо искать дальше. Пользуясь своими тайными знаниями, он понял, что ему нужна одна миметическая сущность, галлюцинации в виде человека, представляющегося консультантом по эффективности. Странное такое явление. В командах программистов вдруг появляется человек, которого вроде бы никто не знает, и, представляясь новым сотрудником, начинает раздавать советы. Те, кто к нему прислушиваются, сами становятся разносчиками миметического вируса. При этом, попавшие под его влияние программисты начинают работать крайне плохо и медленно, пока их КПД не снижается практически до нуля. Тот, кто это создал, явно ненавидел программистов. Явление это было обозначено как SCP-3622, и именно алхимик Руслав настаивал на его серьезном расследовании, ведь он чувствовал, что за этой аномалией стоит что-то ему знакомое. Оказалось, что миметический конструктор спостраняет одна конкретная организация, и туда вскоре отправился МОК фонда вместе с алхимиком. Находилось это заведение в обычном офисном здании на 13 этаже. Двери лифта с группой фонда открылись, и им открылась такая картина, что этот этаж был полностью покрыт алхимическими символами и амулетами от пола до потолка. В общем, Руслав знал куда шел. Не спеша оперативники организации следовали одну комнату за другой, пока внезапно открыв одну из дверей не увидели настоящий портал в реальности Лагады, а именно к жилищу древнего китайского алхимика, обосновавшегося там. Между Руславом и жителем этого места состоялся диалог, из которого становится понятно, что это встреча старых знакомых, и судя по всему врагов. Сохранился его давний противник, впрочем не очень хорошо. Перед сотрудниками фонда предстал иссохшийся полутруп, напоминающий классического вампира, показывающий тем не менее чудеса подвижности. Он прыгал по стенам и потолку, и атаковал без отдыха, но и Руславу было чем ответить. Его алхимические трюки работали в мире Алагада особенно хорошо. В результате короткой битвы обитатель изменчивой реальности был уничтожен. Фонд захватил несколько ценных артефактов, среди которых было зеленое кольцо, а сам портал был навсегда закрыт. Такое древний алхимик, теперь будучи директором департамента, впоследствии проворачивал несколько раз. Он решал свои древние алхимические дела, а фонд получал новые аномальные предметы и существ в больших количествах. Всех все устраивало. Фонд даже по совету своего нового руководителя департамента, начал искать людей, достигших алхимического бессмертия, и одного из таких поставил на содержание, как SCP-3872. Этим бессмертным оказался один из американских политиков 19 века, увлекавшийся разной мистикой. В этом мире мультивселенной SCP он открыл одну из алхимических формул, делающих его физическое тело вечным. В рассказах про приключения Руслава присутствует довольно неожиданный поворот. Загадочный руководитель SCP-администратор тоже оказывается древним алхимиком, при этом не простым, а тем самым Мерлином из английских средневековых легенд. Выходит, что у нас тут мир SCP, в котором фонд это современный камелот такой, а совету 5 это, видимо, рыцаря круглого стола как-то так. Из другой серии рассказов, которые есть в хаве департамента алхимии, становится понятно, что древние алхимики это вообще одна из главных сил этой вариации мира SCP. Во время захвата портала Вологаду в том офисном здании, фонд получил множество предметов, и одним из них было зеленое кольцо алхимика. Вскоре один из агентов фонда нашел точно такое же. Собственно, Рустав научил агентов своего отряда находить предметы затронутой алхимии, и когда агент Дю Морн гулял по рынку в Китае, он, применив свои новые знания, обратил внимание на деревянную коробку. Он выкупил ее у продавца, и внутри оказалось несколько предметов. Фигурка осла, кусок лунного камня и зеленое кольцо. Последний предмет, как оказалось, имел настолько выраженные аномальные свойства. Что теперь это SCP-3714? И для начала размер кольца всегда таков, что оно идеально надевается человеком, взявшим его в руки. Но это далеко не все. Если человек надевает это кольцо на палец, он быстро становится очень сонным и ищет кровать, чтобы поспать. Найдя место для сна, человек ложится и сразу теряет сознание. Примерно через 24 часа у спящего случается эпилептический припадок, и он превращается в существо из китайских легенд, известное как Цзяньши. Немного отвлечемся от мира SCP, согласно китайской народной легенде, когда человек умирает очень далеко от дома, он становится беспокойным духом, тоскующим по родным местам. Потому его надо обязательно отвезти для похорон туда, где он жил. При определенных условиях такой умерший может даже восстать из мертвых и пытаться добраться до дома сам. Но, так как его тело уже окоченело, он делает это резкими прыжками. Со временем он приобретает способность так легко прыгать, что начинает скакать по стенам, домам и вообще забираться куда угодно. А если этот монстр существует достаточно долго, он становится, в общем-то, классическим вампиром, аналогичным таковым в европейских мифах. И вот подопытные из числа сотрудников класса D, надевая SCP-3714, как раз чем-то таким и становились. SCP таких стали обозначать, как SCP-3714-1. В ходе экспериментов стало понятно, что этот-1 погибает, если снять с него кольцо, становясь обычным мертвым человеком. А если оставить кольцо на достаточно длительный срок, монстр начинает разговаривать, становится похож на вампира и, главное, считает себя одним из двух человек, один из которых это лидер какой-то мелкой группы мистиков, а второй Джан Галао. Второй это, кстати, тоже персонаж из китайских легенд, а именно один из восьми совершенных даотских мастеров, который настолько преисполнился в Дао, что стал бессмертным. Его, кстати, часто изображают верхом на осле или муле. Допросить агентом SCP его, правда, не получилось, потому что существо не способно к осмысленным беседам и лишь иногда бросает короткие фразы. Не все алхимические эксперименты заканчиваются удачно. Фонд SCP не был бы фондом SCP, если бы просто стал заниматься всей этой алхимией. Он создал внутри себя департамент онтокинетики, который изначально занимался скульпторами реальности и, кроме того, как бы выделил действующие на реальность элементы алхимии и создал науку онтокинетику, изучающую принципы изменения тканей мироздания. Первый же проект нового департамента получился настолько аномальным, что стал объектом SCP сам по себе, а именно SCP-6172. Суть проекта в возможности создания и перехода в любую точку мультивселенной. Сооружение самой по себе машины, совмещающей технические, тауматургические и алхимические изыскания фонда, затянулось на многие годы и только в 2030-м она была завершена на базе зоны 120, после чего сразу получила название SCP-6172-1. И вот огромная машина, покрытая мистическими символами и формулами, запущена. Открылся портал ванные миры, группа исследователей, алхимиков и целая мог фонда заходят туда, однако портал оказывается нестабилен и вскоре закрывается. Причем сам SCP-6172 этого не пережил и был разрушен. И да, про приключения этой группы сотрудников фонда тоже есть целая серия рассказов. Когда-то цепочки взаимосвязанных объектов SCP кончатся и я займусь рассказами. И как-то даже радует, что есть авторы SCP, которые пишут классические объекты, снабжая его десятком рассказов. Они просто делают рассказы под видом объектов. Хороший подход. Именно таков департамент алхимии фонда SCP и связаны с ним объекты. Очень интересно сочетающие собственно объекты и разные дополнительные истории к ним. Всем пока!